МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мечта влюбленных в лед осуществилась. Крытый каток начал работать на яграх. Два депутата досрочно сложили полномочия, но выборов не будет. 144 эскиза не прошли, а двор комиссии ни один не соответствует требованиям. Система отопления вместо печи и собственная костюмерная. В Неноксе появится новый сельский клуб. На стадионе Беломорец появился крытый каток с искусственным льдом. На новом объекте будут заниматься юные хоккеисты, фигуристы. Впрочем, попробовать свои силы на массовых катаниях смогут все желающие. Этого дня северодвинцы ждали с 2014 года. Именно тогда начались работы по строительству крытого катка на яграх. И вот мечта влюбленных в лед осуществилась. По кристальному полю рассекают первые спортсмены. Я занимаю ДВШ номер один в Северодвинске. Мне кажется, это большое для Северодвинска открытие. Все будут приходить, кататься. Всем это будет очень нужно. Ради вот таких ребят мы и открыли эту арену. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие чемпионы не только города и области, но будут играть и на более серьезных соревнованиях. А может быть, кто-то дойдет и до олимпийских игр. Я всех жителей Северодвинска хочу поздравить с этим событием. И надеюсь, что это не последняя спортивная арена, которая вводится у нас в городе Северодвинске. Теперь в области четыре крытых катка. Северодвинским хоккеистам больше не придется ездить в Архангельск. Они смогут тренироваться дома круглый год. Борта смонтированы по ГОСТу. Значит, безопасно все будет. Так что, что для маленьких участников проведения массового катания, фигурного катания, ну и также для игры в хоккей. Это все безопасно. Какие-то будут шероховатости, я думаю, что это все наработки будут какие-то. И думаю, что в процессе эксплуатации мы все недостатки будем устранять. Я думаю, что выйдем на нормальный профессиональный уровень подготовки как фигуристов, так и хоккеистов. И мы считаем, как представительная власть, о том, что и объект находится в части эксплуатации в надежных руках. Что действительно у звездочки есть желание достойно эксплуатировать это здание. И я думаю, что это будет так. И, конечно, если будет нужна какая-то помощь, я думаю, что сегодня все депутаты городского совета здесь присутствуют. И, естественно, если нужна будет какая-то помощь, она будет оказана. Строительство катка финансировалось из трех бюджетов – местного, областного и федерального. Город потратил 31 миллион рублей. Всего спортсооружение обошлось в более чем 232 миллиона рублей. Эти деньги все утверждались на сессии городского совета. Основное руководство как раз и было за администрацией города Северодвинска. Они уже выходили к нам для того, чтобы обозначить те суммы, которые нужно было дополнительно выделять, чтобы строительство не вставало. Ледовая арена – 30 на 60 метров. На трибунах – 252 места для болельщиков. На втором этаже – зал хореографии, общей физической подготовки, буфет и раздевалки. Почетным гостем на открытии Ледового дворца стал двукратный чемпион Олимпийских игр, легендарный спартаковец Борис Майоров. Руководители нашей страны дали очень большое внимание развитию спорта. Федерация хоккея в России до сегодняшних людей постоянно находится на связи с нашими регионами, помогает всячески этим регионам, в том числе и в строительстве готовых. Как председатель комиссии по социальной политике, я считаю, что нам чем больше строить вот таких объектов, тем люди наши будут больше сохранять здоровье и взрослые, и дети. Самое главное, чтобы эта арена использовалась по назначению, чтобы здесь она постоянно была занята. Пожелать предприятию «Звездочки», чтобы она хорошо эксплуатировала, содержала эту арену. Я надеюсь, что мы дождемся здесь когда-то хороших будущих чемпионов в составе сборной Российской Федерации, а может быть даже Олимпийских игр. После торжественного открытия полноправные хозяева арены тотчас опробовали лед. Состоялся товарищеский матч по хоккейу «Шайбы» среди спортсменов разных возрастов. Удивило меня хоккей. Хоккей удивил. Потому что хоккей – это мое любимое занятие. Только дома не занимаюсь. Мне понравилось, как там белые играли. На ледовом поле будут проходить и массовые катания. В день открытия они были бесплатными для горожан. Сейчас утверждается расписание и стоимость услуг. Как заявило руководство объекта, покататься на крытой ледовой арене будет дешевле, чем в Архангельске. Еще один новый спортивный объект может появиться в городе. Речь идет о комплексе по пулевой стрельбе. На очередной сессии Гурсовета, которая состоялась 24 марта, депутаты дали инициативе «Зеленый свет». В повестке дня рассмотрели 15 вопросов. Один из них – решение судьбы важных для города объектов. У рынка на Советской будет современный вид, а территория так называемого дома «За миллиард» уйдет с молотка на аукционе. На этом месте до 2017 года планировали построить девятиэтажный дом. Участок на пересечении проспектов «Труда и победы» пустует уже несколько месяцев. Подрядчик успел забить сваи. Объект готов лишь на 2%. Многоэтажка должна принять людей из ветхого и аварийного жилья. Стоимость строительства оценивалась в миллиард рублей. Однако сейчас строительство на паузе из-за отсутствия средств. Стоимость строительства оценивалась в миллиард рублей, однако сейчас строительство на паузе из-за отсутствия средств. На сессии Горсовета депутаты решили выставить землю общей площадью 17 тысяч квадратных метров на аукцион. Она строительными, да, востребована, и не на строительство именно там, так скажем, торгового центра или еще что-то, а именно на строительство жилого дома. Поэтому было принято такое решение о том, что, во-первых, а мы продадим землю, мы заработаем денег в бюджет, соответственно, также будет выполнена задача о том, что у нас будет возводиться новое жилье. Лишь по предварительным подсчетам депутатов городской бюджет может получить от продажи этого участка 20 миллионов рублей. При этом вместо одного дома в старом городе до 2017 года возведут сразу 4 пятиэтажных здания по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новые объекты в скором времени могут появиться и в других частях города. Депутаты внесли изменения в действующие правила землепользования и застройки. Благодаря этому новый вид может приобрести рынок на улице Советской. Народным избранникам представили эскиз нового здания. Он является современным и в настоящих условиях он улучшит условия обслуживания населения города Северодвинска и улучшит условия труда работников, которые осуществляют там деятельность. Потому что в настоящий момент условия труда не отвечают современным требованиям. По крайней мере помещения должны быть теплые, оборудование с санитарными узлами. Поддержали народные избранники инициативу строительства стрелкового комплекса за дворцом молодежи-строитель. За счет небюджетных средств в данном случае предприниматель сам готов его построить большой хороший стрелковый комплекс. Лично я это предложение поддерживаю, так как сегодня эта территория, скажем так, заброшенная. Регулярно в течение года, там 3-4 раза в год выезжает МЧС. Чтобы построить стрелковый тир вблизи озера и реки Забориха, депутаты дополнили видоиспользования этой территориальной зоны категорией спорт. За досрочное прекращение полномочий двух своих коллег проголосовали депутаты. Один ушел на повышение в область, другой уехал работать в Санкт-Петербург. Сразу два депутата досрочно сложили свои полномочия. Алексей Кукушкин получил мандат Архангельского областного собрания депутатов 6-го созыва, который сдал Владимир Никитин. Место Алексея Кукушкина в городском совете займет кандидат от местного отделения партии «Единая Россия». Его отказ перейти в региональный парламент ослабил бы позиции города Корабелов по числу представителей. Сложил полномочия депутата и Андрей Чурсанов. Он покинул Северодвинск и уже работает в Санкт-Петербурге руководителем АО «НПП «Радуга», которая входит в концерн «Океан-прибор». Его мандат останется свободным до следующих выборов. Конкурс на создание герба и флага муниципального образования Северодвинск признан несостоявшимся. Депутаты на сессии утвердили решение конкурсной комиссии. Начиная с 2014 года поступило 144 эскиза, но победителя среди них нет. Главная причина – заявленные работы не соответствуют правилам Геральдики. То есть ни одна из них не была утверждена впоследствии в Геральдической палате России. Кроме того, ни один эскиз не получил абсолютного большинства голосов при оценке. Члены комиссии не смогли прийти к единому мнению. У нас существует герб Северодвинска. Он официально зарегистрирован в Геральдической палате. Поэтому фактически у нас герб Северодвинска есть. И здесь можно, в принципе, успокоиться и принять то, что есть. Мы к нему привыкли. Более того, у нас есть официальный даже символ Северодвинска. Это так называемая шестеренка. По итогам обсуждения депутаты одобрили предложение продолжить работу по созданию флага Северодвинска. А в дальнейшем герб города присвоить муниципалитету в целом. Напомним, что сегодня в границе муниципального образования Северодвинск помимо города входят деревни Ненокса, поселки Солза, Белое озеро и другие населенные пункты. Дом культуры в Неноксе закрыли еще пять лет назад из-за аварийности здания. Хор «Поморская жемчужина» выступает на областном и всероссийском уровнях, а репетировать негде. Помочь пытаются депутаты. На этих кадрах выступление народного хора «Поморская жемчужина». Ему больше полувека. Хор собрался из посиделок местных любительниц попеть. Сейчас настоящий вокальный коллектив. Однако пять лет назад «Поморская жемчужина» столкнулась с трудностями. Закрыли местный дом культуры. Год назад северодвинские депутаты дали обещание Ненокшанам – клуб будет. Недавно состоялась первая встреча по утверждению плана будущего центра. Вокалисткам проект понравился. Тут большой холл для выступлений, гримерка и даже собственная костюмерная. План клуба очень понравился. Менять там ничего не надо. Очень все хорошо будет. Потому что и зал будет большой, и комнаты для нас, и для гостей. И в общем все прекрасно. Спасибо Игорю Юрьевичу. У нас столько молодежи летом, очень много болтаются так. И зимой тоже есть школьники. А маленьких уже стало много, детей. Куда им? Не на цепку же идти? И вот мы все пожилые, старые уже. Но правда мы не поддаемся. Нам нужен. Зимой в Нюнаксе проживает около 300 человек. Летом количество жителей возрастает до 3000. Туристов заглядывает много, а концерты показывать негде. Новое здание построят на месте старого. Одноэтажный дом культуры будет из бруса, чтобы сохранить историческую преемственность. Не забыли и об отоплении, и водоснабжении. На строительство планируют потратить около 3 миллионов рублей. Уходим от печного отопления. Мы выбрали безопасное решение. Это электрокотел, который будет установлен. И у нас будет обогрев полностью по всему первому этажу осуществляться. Предполагается устроить водозаборную скважину, которая будет находиться на расстоянии 10 метров от здания. Предполагается установить либо станцию биологической очистки источных вод, либо это будет септик установлен на расстоянии 3 метров от здания. Я думаю, что будем искать программы и областные, и федеральные. Думаю, что это будет какое-то софинансирование. Но цифра в любом случае подъемная. И самое главное, что это необходимо. Площадь здания – 170 квадратных метров. В Нюнакшане признаются – это будет не просто дом культуры, а целый центр. Он повысит рост туристов на родину Северной Соли. К 9 марта депутаты примут все изменения и утвердят окончательный проект. И тогда народный хор «Поморская жемчужина» сможет готовиться к новому концерту уже в новом доме. Юный возраст – не помеха тем, кто любит спорт. В бассейне детского сада «Яблонька» прошел турнир по плаванию среди дошколят «Олимпийские надежды». Соревнование проходит уже шестой год. Чем запомнился участникам «Заплыв-2016» в следующем видеоматериале. Летит-летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин, простой советский парень. Кто-то покорял космические просторы, а эти ребята готовятся приручить водную стихию. В этом году соревнования по плаванию среди дошколят «Олимпийские надежды» посвящены 55-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Защищать честь своих детсадов вызвались 48 ребят. Сегодня заключительный этап. На старт выйдут 24 дошкольника из шести учреждений. Семилетняя Злато-Волкова из Антошки плаванием занимается два года. Я учусь плавать на спине и на животе. Мы готовились хорошо каждый день. Я хочу, чтобы наша команда всегда выигрывала. Со свистком главного судьи в бассейне развернулись отнюдь не детские водные баталии. У малышей было три заплыва на дистанции 14 метров. Юные спортсмены рассекали водную гладь кролем на груди и на спине. Надо было не дышать, а под водой плыть. Мне захотелось подышать, и мы немножко остановились. И очень хорошо плывем сейчас, потому что по глубине здесь больше, чем в садике нашем. Соревнования по плаванию среди дошколят проходят в Северодвинске шестой год. Четыре из них на базе детского сада «Яблонька». Как раз в детстве начинает формироваться характер. И ребята, занимаясь спортом, преодолевая себя и формируя какую-то задачу, начинают ее решать. Тем самым создаем условия в спорте для того, чтобы преодолевать трудности. Мы познаем, во-первых, историю. Мы узнаем, на что у нас способны дети, как они себя могут преподнести. Я думаю, что здесь и сразу престиж дошкольного учреждения поднимается. Престиж наших педагогов, что вот они, они показывают результат. Третьими в заплыве стали воспитанники детского сада «Маряночка». Серебро у обладателей фиолетовых чипцов детсада «Золотой ключик». Свои олимпийские надежды судьи возложили на ребят из детского сада «Веселые нотки». Они и стали победителями. Встречи-диалоги с депутатами городского совета продолжаются. Избиратели округа номер пять активно посещают приемную Александра Руднева и Татьяны Юрьевой. Чаще всего в депутатскую приемную обращаются с жилищными проблемами. Уже пять лет жители «Индустриальный 52» пытаются благоустроить территорию около дома. Неоднократно обращались в управляющую компанию. Ответ один – нет финансовой возможности. Инициативная группа решила обратиться к депутатам. Необходима детская площадка, пешеходная дорожка и козырьки над подъездами. Весной из-за падающих сосулек опасно выходить из дома. Этот тротуар, особенно в зимнее время, представляет собой опасность, потому что там образуются ледяные покатые горки. И если дворники, бывает, что снег наметет, там тут же растает, образуется лед, они не успевают посыпать. И утром выходишь на работу, и можно получить серьезную травму. Городские депутаты стараются помочь своим избирателям найти ответы на актуальные вопросы. Обращаются не только за финансовой помощью, но и за советом. Так жительница Русановского переулка обратилась с просьбой решить проблему одностороннего движения. Водители стали ездить по дворам. Это создает опасность для детей. После письменного обращения жителей депутаты согласуют этот вопрос с сотрудниками ГИБДД. В основном избиратели нашего округа, как и всех округов, идут с жилищными проблемами. Это парковки, благоустройство двора, это жилищные проблемы, капитальный ремонт, которые мы, конечно, не все проблемы на уровне города решаются. Также у нас вот здесь, в ДОВЕТЕРАН, есть договоренность с юристом. Люди могут прийти, и один-два вопроса, и юрист бесплатно ответит на более животрепещущие вопросы, которые возникают. Приемная депутатов избирательного округа номер 5 работает каждую вторую среду месяца по адресу Тургенева, 8. В каждую четвертую среду месяца северодвинцев ждут на лесной 55, ДОВЕТЕРАН. Это все в следующих выпусках нашей программы. Мы продолжим рассказывать о том, какие решения принимают народные избранники, и что происходит в депутатских округах. Напоминаю, депутаты городского совета Северодвинска ведут прием граждан. Узнать, кто ваш депутат, режим работы общественных приемных, можно на сайте sevgorsovet.ru. На этом все. Вы смотрели программу «Городской совет». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин